новенькая игра проснись и сияй rise and shine на самом деле переводится немного по-другому это игра слов которая прояснится в самом начале давайте начнем я немного поиграл и мне понравилась игра земля да здесь много всяких отсылок и прям вот таких пародий на всякие игровые шедевры прошлого похоже немного на фильм как же назывался пиксели райс да это имя мальчика его зовут райс что что ты тут делаешь тебе нужно тебе нужно выбраться из города небольшой аркад апокалипсис томакс с тобой все в порядке что случилось нет он маленький мальчик напуганный я как-то не такого озвучиваю слушай райс слушай меня тебе нужно выбираться отсюда как можно скорее слышишь меня да да я понял но не похоже что ты уходи райс я тут еще полетаю отвлеку эту штуку пока ты распался на пиксели у . уровень девять тысяч девяносто девятьсот девяносто пять часом ранее вот так все начинается а вот так все продолжится мы знаем что уже будет хорошо что было часом ранее неужели все было спокойно и никаких признаков гигантских боевых роботов вот так и есть а вот и началось вторжение мы тем временем он больно подождите людей убивают жестокая игра но здесь еще сценки в виде комикса сделана линк с бластером жестокая и кровавая игра линк с тобой все хорошо легендарный воин с тобой все порядке пацан да все нормально рад слышать боюсь что со мной все не так хорошо я райс весьма подходящее имя учитывая что тебя ждет впереди помолимся же создателем за то чтобы наша планета уцелела и космические солдафоны с планеты next gen были с нами в мирных отношениях очень здесь прям аллюзия на битву ретро и таких новомодных всяких шутеров которые вот вторглись в этот ретро мир и пытаются уничтожить ретро победит по крайней мере в сердцах настоящих игроков никто не знает может им просто нравится воевать но слушай меня теперь ты хранитель шайна шайн это священная пушка которая нас всех спасет возьми его райс теперь шайн принадлежит тебе я не могу оглянись по сторонам по сторонам по сторонам малый никого не осталось живых от твоей отваги теперь зависит судьба всей игры земли передай шайна нашему королю он знает что с ним делать шайн даст тебе бесконечную способность к возрождению и повышенную живучесть классная штука с тобой все будет в порядке проводники теперь с тобой проводники но если ты был хранителем шайна то почему ты сейчас не возрождаешься это сообразительный парень это это потому что как все ярко тут красиво и взрывы прощай линк в синем костюмчике куча мертвых тел ну и значит у нас есть маленький мальчик райс его пушка шайн а черт похоже мы с тобой по уши в день ага всю жизнь мечтал быть чей-то нянькой на полную ставку по тебе видно что ты не легендарный воин но кое-какой толк из тебя выйдет тебя надо просто доставить меня королю я дам тебе знать если замечу что-нибудь полезное для нас постарайся не умирать через каждые два шага договорились это видимо значит что здесь придется часто умирать ой там же было маленькая обучалка я ее пропустил надо вспоминать на правую кнопку мышки мы прицеливаемся на левую стреляем еще при зарядка красота инопланетяне и господи что да здесь все жестоко надо быть очень внимательно эти бомбы на каждом шагу не знаю что еще пупс не нравится что все так ярко все мультяш на и головы отпадают у людей включая маленького мальчика это штука для пушки кому не понравится всякая всячина проще в воздухе кстати познакомься с моим лазерным прицелом от него намного больше толку чем от тебя а еще мне приходится а чем не не приходится постоянно вытирать ему сопли ну лазерный прицел не поможет где тут враги вот они но лучше видно от них укрыться да это еще шутер с укрытиями здесь можно прятаться за вот такие вот кучи мусора ай больно хорошо что вот этих а нет нет один черепок остался хорошо что их вот эти энергетические заряды можно отбивать вам это лучшая тактика не прятаться за укрытиями а именно от отбивать их не пули те стреляют а вот этот да что ж такое а вот этот пытается поле подлететь на ближнюю дистанцию и электрическим зарядом ударить да вот этот вот тебя здоровье отображается внизу а я вас зазлил каком две пули две пули хватает чтобы убить мальчика опять когда стало понятно насколько здесь все хардкорно все же мы защищаем планету мы на ретро стороне боремся против всяких вот этих казуальных детищ поэтому на здесь все сложно я успел его взорвать что это корабль который мы видели еще какой-то новый девайс так так а ты не такой бестолковый каким кажется пацан ты нашел насадку радиоуправления с его помощью ее помощью ты можешь управлять пулями после того как они из меня вылетят на ограниченном расстоянии если быть точным управляемые пули вот это да как они работают счастье в комплект комплекте с ними идет изящная брошюра которая расскажет твоим проводникам как ими пользоваться так а ну ка посмотрим надо как-то выбрать насадку а кнопкой q управлять и в полете мышкой и можно еще и ускорить потом пока она не вылетела из радиуса которым я могу управлять и они хотят чтобы я ага вот вот это синяя штука туда надо попасть это обычная пули и вот отображается радиус и вот второй радиус этого корабля где она тоже может летать а я управляю мышкой очень удобно смотрите можно даже назад и отправить красота но в боевых условиях это не очень подходит бедное солнышко что не с тобой сделали ужас ключ я здесь если посмотреть здесь много деталей на заднем плане в развалинах верни каут от ключ это тоже отсылка к чему-то просто не могу вспомнить ой нет бежать бежать человек ой больно так попробуем вот так а что если выстрелить а я понял что надо сделать может надо столкнуть на эту установку машину вот кстати передатчик сигнала который позволяет не управлять своей пулей да переключаясь на обычные пули ой мальчик ты жестоко ангелочек полетел с одного выстрела здесь видно тоже надо как-то да вот два передатчика ну куда надо попасть а я могу выстрелить вот так вот да что ж такое один раз наверное надо несколько взрывайся нет там граната прям возле меня 11 я не могу ходить пока управляю этой штукой это очень быстро делать сначала сюда кинет гранату а теперь вторую а я пока прям еще сюда и успею не успел еще раз два выстрела и теперь должен идеально здесь какие-то сокровища еще какой-то девайс сколько мне всего нового дают для пушки плюс один а теперь у меня шесть патронов вместо пяти это хорошо потому что он долго перезаряжается так что это целый ящик электрических патронов давненько я таким не стрелял круто а как их заряжать ты не поверишь но в комплекте есть брошюра как раз для твоих проводников ну ладно а чем эти новые патроны мне будут полезны быстрее расти ты ты от них к сожалению не будешь мы шуточки однако они интересным образом воздействует на машины всяких роботов что полезно для нас вот она брошюра может это отсылка к мануалам которые шли вместе с со старыми картриджами е надо нажать и развлекаться что значит развлекаться я не пойму а их тоже можно вот так вот вилять ими это отлично но как они взаимодействуют на роботов а вот как бы электрическая фигня и не надо стрелять электрическими зарядами то есть когда вот на чем то вот такая вот молния это знак что надо использовать именно электрические пули отключилась ладно ужас увидели там люди ладно куда-то я пришел бомбоубежище или развалины пушка какая зловещая с глазом посмотрим куда ведет этот тоннель аааа выжившие вот где они прячутся ну хоть есть выжившие а тут такой ужас на улицах и посмотрите какие ну здесь наверное тоже в этом рисунке много отсылок сколько всего ну какой-то белый робот интересный ну вот это точно я знаю вот эти вот капельки разноцветные откуда они не помню Райс мама Райс я думала что потеряла тебя я в порядке мама благодаря Шайну я добрался сюда живым а что с папой от него нет вестей с начала войны но я уверена что он не пропадет папа у нас солдат папа один из лучших солдат которые воюют за нас он вернется Райс я рад что ты цел пацан где ты нашел Шайна это какой-то древний мудрец мастер волшебник легендарный воин отдал мне его перед тем как умер солдафона убили его ох это очень плохие новости если легендарный воин мертв это означает что хранитель Шайна теперь ты Райс в тот момент когда ты принял оружие и стал накрепко связан с проводниками уууу нам рассказывают сюжет давайте это пропустим все удачи Райс миллионы жизней теперь зависят от тебя пацан всегда хотел это сказать нам дают напарника вот этого мега крутыша и отправляют в какое-то путешествие а что мама скажет кажется мне пора идти спасать планету мам хотел бы я чтобы этот шребий выпал кому-то другом Райс но каждый житель игра земли рано или поздно получает задание спасти вселенную твой отец делает это каждые два года и всегда возвращается домой просто будь осторожнее сынок не переживай мам скоро увидимся молюсь чтобы проводники позаботились о моем сыне теперь у нас есть задание и такие головоломки должны усложниться мне нравится что игра состоит не просто это какой-то экшен вроде контра а здесь каждая ситуация это небольшая головоломка которую еще и сложно исполнить но пока что они не сложные но умирать приходится куча неоновых вывесок не волнуйся пацан я доставлю тебя во дворец целым и невредимым просто оставайся на месте и никуда не уходишь сейчас уничтожу всех врагов при помощи своей коронной атомной лазерной мега атаки если будешь хорошо себя вести то я и тебе потом дам попробовать ладно а я тогда подожду здесь конец мега крутыша у него нету шайна который его возрождает всем бы такого шайна видимо эта мина оказалась для мега крутыша слишком крутой нам нельзя попадаться на такие штуки закрыто руки голова а вот какой-то ход знаю что делать а вон кнопка была часть тела мне мешает прям в проходе лежит теперь можно сюда пулю загнать проход открыт они вот этим потоком льют пули я не успеваю просто нету мгновения когда можно безопасно безопасно не ту кнопку нажал безопасно высунуться и пострелять надо хотя бы одного робота убить до того как они долетят куда куда камера что с камер что происходит так я сделал две ошибки во первых камера куда-то улетела не знаю почему что надо было сделать чтобы она не улетела во вторых я стрелял не тем режимом я забыл переключить и у меня вот так намного лучше у меня по одной пуля вылетала вообще сложно заметить вот здесь вот эту иконку я опять забыл переключить режим не очень удобно это сделано на что прям посреди экрана мне напоминали у тебя оружие не настроено ах ах граната я ее не заметил но сейчас опять надо использовать самонаведение все не самонаведение а здесь уже сложнее ручное наведение он кнопка осторожнее осторожнее кстати там какой-то бонус был нужен бонус есть не знаю что это я схватил но а теперь надо выстрелить не попал попал и надо не забывать переключать оружие о прям на пьедестале опять же это игра на внимательность вот она та самая деталь которую можно не заметить куда то сейчас поедем поехали это ведь не будет тот самый уровень когда ты едешь на лифте а на тебя сверху падают враги 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 или будет и подбили не может что-то вроде босса следующее попадание будет для меня смертельным их можно расстреливать но сложно потому что они маленькие посмотрите на эту голову которая катится и да я видел что мне показывают куда целиться но я не могу туда попасть а у самого корабля какой-то щит надо при заряжаться кстати между между вот этими бросками а а а а а а а тут не спастись от меня ничего не осталось а 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 можно нужно надо подождать пока вот меня начнут расстреливать на лифте тогда можно будет забежать на корабль а покажете гранаты летят именно в меня то меня там легко убьют а теперь а теперь ну же пострелять а то он надо бежать понял корабль и не прилетай больше о бонус поехали а кто это у него была кепка с буквой д тоже не знаю кто это а вот и то самое что нам показывали начале почему он плачет он же у него же есть миссия он вроде как был решительно настроен а у босса уже есть он здоровье у него есть три шкалы как я понимаю куда бежать я просто самоубийца а надо его стрелять до того как он испустит этот свой заряд а надо попасть три точки попал теперь расстреливаем голову здоровье уменьшается есть первая фаза пройдена не попал это важного то есть вторая фаза чем-то отличается а ничем но больше точек и все наверняка сложнее больше хп да что я не могу управление не слушалась ай все сначала ну ничего себе или нет а тут попали по мне это сложнее чем я думал надо запоминать что он делает я начал кстати сначала но его атаки немного поменялись вот это сложно попасть в тайминг вот этой атаки у него из груди давай давай я готов ох 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 ух ха 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 я со страху просто выпрыгнул из балкона л л вот этот его красный выстрел я не понимаю как его перепрыгивать YOURS Там liberate он сначала мигает несколько раз Потом еще что-то делает. А вот он только стреляет. А, ну теперь я больше понял. Ладно, теперь я забрался. Вот этот появляется красный круг. Когда он сходится, тогда происходит выстрел. Все, сейчас будет легче. А у него еще три фазы. По мне все равно попали. Он два раза выстрелил. Да, это уже было, но... Это неожиданно. Слишком за многим надо следить. А, пленоса. Провергай. О да, я смог. Но надо еще три так раза сделать. Сейчас надо в точки попадать, правильно? Да. Еле-еле. Ох. Меня, наверное, две ракеты задело. То есть на второй фазе по три ракеты падают с неба. Надо так быстро реагировать. Но это надолго. Потому что я еще не дошел до третьей фазы, а там все сложнее. Не дошел до третьей фазы, а там все сложнее. По-моему, больше всего проблем у меня возникнет с вот этими ракетами на второй и третьей фазе. У меня вроде нету дэша, или меня о нем еще не сообщили. Здесь он просто не обходи. О拍е. Профазис. Ох. Ох. Ракеты. Ракеты. Ох, господи, как на это реагировать. Надо, чтобы просто везло на этих ракетах. Вот, нашел. Так, я смог добраться до третьей фазы. Но сейчас посмотрим. Покажи мне свою истинную форму. Ах, как обидно. Я ведь мог просто сделать шаг вперед и было бы все удачнее. Но это проходимо. Надо сосредоточиться. Меня убивают за две ракеты или два попадания, чего бы то ни было. Ну вот, уже одно есть. Можно уже умирать. Умирать. Потому что надо оставить свой выстрел до третьей фазы. Здесь дают право на одну ошибку. А второй раз уже убивают. По-моему, я нашел интересный способ, как справляться. Ну да, конечно. Я не успел расстрелять эти заряды. Как справляться с ракетами, летящими сверху? Можно просто встать около края крана и подпрыгнуть два раза. По-моему, это сработает. Сейчас попробую. Давай, я хочу попробовать. Отпускай ракеты. Сейчас открою это вот. Да, и полетели. Хм, я смог так легко добраться до третьей фазы. Прыжок. И прыжок. Прыжок. Ух ты. Ну еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну давай же. Давай же. И. И. Есть. Фу. 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 У меня была идея, как чтобы по мне не попадали выстрелы сверху. Это было самое сложное для меня, уворачиваться от вот этих ракет, которые сверху на меня шли. И мне не дали возможность попробовать свой способ. Он просто не посылал на меня ракеты. Мне везло, наверное Ну вот в последний раз мне точно повезло Я думал уже все И он легкие довольно атаки на меня кидал И от всех смог увернуться Не было много вот этих зарядов красных Зато было много выстрелов из груди Которые я научился доджить И тут с анимацией смерти схалтурили Этого дрожания со взрывом Где только нет Точно Поверить не могу Мы только что победили огромного робота-убийцу Как такое вообще возможно? Кстати немного неплавный переход получился Почему мальчик стоял на балконе заплаканный Я думал что-то реально случилось перед ним Когда эту сцену показывали в начале Оказывается он просто увидел робота и испугался Или увидел этот город в огне Ага, как бы не так Это наши проводники показали нам Как это нужно делать, пацаны Пошли, нам еще надо добраться до дворца Ааа, я понял Я понял, правда Немного поздно понял Проводники это же игроки Вот что они имели ввиду Питающий корабль С такой приятной ухмылкой Ааа, там кто-то есть Эй, пацан Ты как? Нормально? Девочка С розовыми волосами Меня зовут Дуэйн Или это мальчик? Этот мальчик или девочка? Похоже больше на девочку Ааа, это его зовут Дуэйн Как звать эту девочку, не знаю Мы пытаемся улететь как можно дальше от этой проклятой войны Меня зовут... Аа, привет Я Райс От знакомства Она так на него смотрит, как будто увидела нечто Ааа, ну ладно Бедняжка Она ни слова не сказала Надеюсь, она поправится Нам пора идти Скоро здесь будет полно Полным-полно этих тупых качков Тупых качков Я вижу с тобой Шайн Ты знаешь о Шайне? Конечно, он знает И в каком-то смысле знаменитость Вот если бы Тебя бы кто-то узнал Тогда бы я удивился Я знаю достаточно, чтобы встревожиться Увидеть его в руках такого пацана Что случилось с легендарным воином? Он спас много людей В Кэнди Молле В том числе меня Но его убил космический солдафон Просто я... Мой отец всегда рассказывал мне истории о том Что легендарный воин бессмертен И побеждает все, что угрожает игрой земле У меня есть игрушечная модель этого воина Которую мама подарила мне на день рождения Когда я увидел его там В торговом центре Я знаю, пацан На игры о земле ничто не происходит случайно Если воин перед гибелью отдал тебе Шайна Значит создатели хотели, чтобы это случилось А проводники помогают тебе прямо сейчас Нет более сильного союзника, чем проводник Райс Лишь некоторые люди на этой планете становятся избранниками проводников Что позволяет им делать поразительные вещи Надеюсь, еще есть надежда повернуть эту войну вспять Я пытался выжить с тех самых пор, как получил Шайна Но солдафоны появляются везде, куда бы я ни пошел Солдафоны это... Солдафоны это, видно, какая-то раса Ну потому что мы боремся против роботов Там были какие-то солдафоны вначале, две штуки, но... Ну и что? Мы боремся против роботов-пришельцев А-а-а, началась нытья Еще воин сказал мне отнести Шайна во дворец А король знает, что делать дальше Дворец? Я видел, что там солдафоны устроили Они использовали против королевских войск химическое оружие Король, наверное, уже за тысячи километров оттуда, если он вообще еще жив Я чувствую, что мой проводник все равно хочет отвезти меня туда Это мой единственный план Верно Твои проводники любят забрасывать тебя в самое пякло, пацан Если хочешь, я подброшу тебя ко дворцу, но только до входа в сад Только создатели знают, что этот ядовитый газ делает с людьми Я не буду приближаться к нему с маленькой девочкой на борту И дал противогаз Наверное, с этой девочкой будет еще что-то связано Она будет нашей Зельдой Ну, какие цвета А это теперь противогази Какой ужастик, вы посмотрите А это кто? А вот и солдафоны Ну что, здорово мы их ядовитым газом, верно? А вот так, теперь по-быстрому заевывать планеты Мне лично больше нравится по-старому Со стрельбой, растлененкой Но кто я такой, чтобы обсуждать методы командира? У них есть командир Наш главный босс Солдафоны Вам там нравилось? Со стрельбой, растлененкой, но вот Ну какая мелкая штука Меня сейчас убьют Самый опасный противник Что-то мелкое летающее над тобой Чудесно И на пикселе Солдафон стреляет Эти штуки стреляют Теперь надо переключиться на обычные патроны Все же энергетические Они для какой-то цели служат обычно Ага, солдафона убить Легко В отличие от этих роботов Сделано О нет О нет Надо было назад идти Сейчас поднимутся бомбы А мне надо назад И не успел Только методом проб и ошибок Эй, я же Отошел достаточно, разве нет? Тут ведь они не... Ну да, надо только пройти вперед ладно вот так только не говорите что еще что-то такое будет одеть их уху надо было сохранять вот эти бочки взрывающиеся да да вас и покатился мой череп да сначала с ними так можно справиться будет слишком много так спускаюсь а солдафон брайт стойте стойте и не успел даже укрытие не успел заметить могу стоять по укрытию могу нет ах от такого не помогает укрытие но кто бы знал а ну надо было всего лишь пару раз него выстрелить пока он заряжает свою пушку тот же корабль но уже с прорисованной с ротиком злым прорисованным на следующий мини босс посложнее пещера о еще одна кат-сценка смотри кто-то еще жив кто это похоже на солдафона нет совсем не нравится халк похоже космические солдафона создали ядовит газ который просто убивает людей он из них делает зомби как люди вообще на такое способны а у меня же есть а вот она как и нужно включать выключать света это что фонарик или или что так не спеши забиваться в угол и сворачиваться в клубок пацан похоже мы нашли мой фонарик о удобно ужас в темноте зомби но я что выпустил в него недостаточно патронов а может быть надо в голову целиться они похожи на зомби из да надо в голову целиться на зомби из пламп сазон без вот прямо на меня прыгнул когда я убивал другого зомби на меня прыгнул еще один так надо идти медленно освещая путь то что это такое сколько их и откуда вообще он появился он наверное из под земли появился ой посмотрите а какая сейчас будут двое хэдшоты это осторожно идти вперед ну я победил их отступлением тактически отлично первая волна побеждена в общем то надо целиться вот в эти глаза там где глаза там и голова что это какой-то особый свет исходит из вот это я не знаю что это статуя или что вот тут меч есть что за меч что это вообще за катакомбы а и и а и и и и и Я сумел! Это что предо мной? Ассалт! Больно! Надо на краюшек, на левой становиться и прыгать, да? Ух ты! Это было подло! А как узнать, когда она такую подлость сделается? Вот сейчас! Хорошо! Попробуем смотреть именно на луч! Не целиться, а выживать! Не слишком она была крепкая, поэтому... Прямо в ад! И да, это вроде как отсылка к Марио! Ну этого дрона загородили вот эти кирпичи! Черные на переднем фоне! Ага, хотели меня гранатами взять! Что-то падает сверху! Надо эти черепки отбивать! Вдруг они взрывоопасные! Взрывоопасные! Дневной свет! Выбрался! О! Нам показывает флот захватчиков! И того самого командира! Ну, кто здесь главный босс? Нет, подождите! Это простые солдафоны! От наших войск поступило сообщение, что 8-битный город и весь материк Ретро захвачены! О! Здесь уже не начали там игромир придумывать! Прямо вот 8-битный город и материк Ретро! Наверное, здесь еще 16-битный город! В своем прогнозе продолжительности сражения мы ошиблись всего на 17 секунд, сэр! Генералу, командовавшему штурмом, его солдатам на месяц урезать паёк в 3 раза за 17 секунд! Ну, вот это, видимо, генерал! А почему он так похож на Папу Шайна? Что с моей женой и сыном Райзом? А, потому что это Папа Шайна! Точно! Райза, точно! Ммм, то есть он предатель? Вам уже удалось их найти после... Вам уже удалось их найти после... Вашей неуклюжей, бестолковой атаки на столицу! Командир, об этом я пришел вам рассказать! Я только что узнал, что пацан, за которым мы гонялись во дворцовом саду, есть ваш сын Райз! У него с собой странное оружие с бесконечным количеством воскрешений! Мы все еще не понимаем, как ваш сын нейтрализует наши войска! Каждый раз, когда мы его выносим, он снова возрождается! Но до недавнего времени мы не подозревали, что он ваш сын! Ту-ту-ту-у-у-у! А в конце он наденет маску и скажет... Райз! Я твой отец! Сэр? У моего сына... Шайн? Это все меняется! Подготовьте мой линкор! Я возьму это дело в свои руки! А вы не умерхи продолжайте противостоять ему! Его нужно... Остановить! Есть, сэр! Вот так... Если не окажется, что нету каких-то... Какого-то злобного надмозга, который контролирует эту атаку То главным боссом... Будет Папа Райза!